Катарсис Катарсис — это сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение. Надеюсь, что он у вас наступит при решении следующей задачи. Если же вас кокнет, то 25 апреля в 21.00 Андрей Михайлович Рейгородский придет к вам на помощь в шоу «Что, где, когда математиков на самоизоляции». Итак, задача номер восемь. О лингвистах? Пишите ваше решение в комментариях. Задача. Есть страна лингвистов. В этой стране живет м-человек. Мэ. Да, если кто вдруг не понял, лингвист — это человек, человек — это лингвист. Языки — это числа. Один, два и так далее. Н. Каждый лингвист знает ровно три языка. Так, теперь будет некоторое… Еще одно обозначение. Я очень боюсь, что кокнет. Вот, моя задача — не кокнуть. Вот что такое вот это «к»? Что значит максимальное число лингвистов, каждые два из которых могут пообщаться без посредников? У нас всего «м» человек, всего «м» лингвистов. Каждый человек — это некоторая тройка чисел, фактически, вот из этого множества. «к» — это максимальное количество людей среди вот этих вот «м», выбранных таким образом, чтобы каждые два из них имели пересекающиеся тройки языков, понимаете? То есть «к» — это обозначение для максимальной, ну, как говорят, мощности, да, множества тех людей, тех лингвистов, у которых тройки, отвечающие им, попарно пересекаются. Каждые две тройки имеют хотя бы один общий элемент, то есть каждые два человека действительно могут поговорить на каком-то общем языке. Знаете, я, наверное, еще забыл важную вещь сказать. Каждый лингвист знает ровно три языка, но при этом разные лингвисты знают разные тройки языков. Давайте допустим, что выполнено некоторое очень забавное, так вот на первый взгляд, даже может быть страшное, кокающее, цепочка неравенств. Одиннадцать н не больше, чем к, а это, в свою очередь, не больше, чем м пополам. Ужас какой. Утверждается, что в наших условиях, которые я так долго комментировал, количество тех из этих пар, тех пар людей, тех пар лингвистов, у которых тройки языков не пересекаются, то есть они не могут пообщаться без посредников, у них нет общего языка, который они знают. Вот это количество пар среди всех м на м минус один пополам точно не меньше, чем м умножить на н. Вот такое вот утверждение задачи. Ну что, товарищи, вот такая задачка. Продолжение следует...